Всем привет! В этом видео я вам расскажу, какие продукты я покупаю, чтобы правильной питаться и держать себя в форме. Итак, давайте начнем! Хочу начать с продукта, который я ищу по всем магазинам, в которых бы я не была. Это овсянка. В нашем городе нормальную хорошую овсянку, довольно трудно найти. В обычных прозрачных пакетах за 15 рублей она продается в каждом магазине. Она какая-то горькая, мне она не нравится, я ее не беру. Вот эта мне нравится, варится 10 минут. Быстрой варки овсянку я никогда не беру. 10, 15, 20 минут. Есть, конечно, в каждом магазине геркулес за 100 рублей, но я думаю, это через чу. И в этой банке я одну пачку геркулеса уже в кофемолке смолола в муку. Выпекаю с помощью нее всякий десерт. Сейчас муки начали, давайте дальше. Эта мука цельнозерновая, пшеничная. Здесь сохраняются все пищевые волокна, минеральные вещества в обычной белой муке. У зерна удалена оболочка, в которой как раз содержат в основном все питательные и полезные элементы. Кукурузный крахмал от фирмы Гарнец. Кукурузный крахмал полезнее, чем картофельный. Его добавляю в выпечку и в кремы для торта. Овсяные отруби. Отруби это как раз оболочка, полезные вещества. Отруби нашим организмом не усваиваются, они проходят как балласт. Поэтому отруби можно употреблять в любое время суток. Главное не переборщить. Их я использую также в качестве муки, добавляю в выпечку. В эту банку я пересыпала сухое обезжиренное молоко. Его я добавляю в выпечку, делаю различные кремы для десертов и делаю полезные конфеты. Какао, я думаю, много не стоит говорить. В какао содержатся витамины Е, В2, ПП, В1, фолиевая кислота. Какао полезное не Несквик с сахаром, а натуральный какао-порошок. Добавляю и выпечку, делаю глазурь и конфеты. Кокосовая стружка нужно смотреть на упаковке, чтобы она была без сахара, так как некоторые производители грешат этими. Добавляют еще и краситель. Я беру всегда без сахара, обычную. Кокосовая стружка хороша в кексах. Можно из нее молоть и муку, и добавлять так. И конфеты тоже из нее я делаю. Незаменимая для меня вещь это фит-парад. Это натуральный сахарозаменитель. Содержит эритрит, сукролозу и стивизоид. Здесь 0 калорий. Если вы захотите подсластить себе чай вечером, творог, йогурт или испечь что-нибудь сладенькое, то вот незаменимая вещь. Далее кэрп. У меня это не обжаренный. Я пробовала обжаренный, но вот эта версия лучше. Он слаще, чем обжаренный. Чем и хороший кэрп. В нем уже есть сладость. Можно не добавлять ни мед, ни сиропа, ни сахар, ни опять же фит-парад. Он сам по себе очень сладкий. Я из него делаю шоколад, конфеты. Добавлять также можно в любую выпечку. Чем преимущество кэрпат какао? Здесь 1% жира, белков 4%, клетчатка 11% и углеводы 44%. Клетчатка это пищевые волокна, которые опять же не усваивается организм. Я вам говорила про отруби. Кэрп также не содержит кофеин. У него низкий гликемический индекс. Улучшает пищеварение и оказывает антиоксидантное действие. Так что очень советую присмотреться, кто еще не пробовал. Ей осталось совсем немного. Здесь у меня финики. Финики я очень люблю, но это углеводы. Так что заупотреблять ими не стоит. Можно сделать из них пюре и добавлять выпечку вместо подсластителя. Можно есть вместо конфеты. Можно делать из них конфеты. Что я в принципе и делаю. Итак, орешки. У меня здесь арахис, фундук. Орехи я люблю. Орехи это полезные жиры, которые нужны каждому человеку. Особенно женскому организму. Из арахиса я делаю арахисовую пасту, гранолы, добавляю в кашу, выпечку, все что угодно. И фундук тоже самое. Творог мягкий, савушкин 5%, неважно какая фирма. Не нужно брать обезжиренную молочную продукцию. Так как в молочной продукции содержится кальций, а этот витамин жирорастворимый. То есть при низком содержании жира он плохо усваивается нашим организмом. Поэтому даже если вы худеете, обезжиренную молочную продукцию не берите. И последнее, что у меня тут осталось. Соус к мясу называется BBK соус. Его я купила в магазине спортивного питания. Здесь 0 калорий, то есть 0 белков, 0 углеводов, 0 жиров. Сдумка хорошая и классная, но купила я его давно, а здесь у меня его еще много. Он пахнет вкусным каким-то дымком. Много его не съешь. Так, если нельзя много соли, если надоело просто грудка, вот соусом будет неплохо. И это было все, что я хотела вам показать. И то, что я вам сейчас показала, есть практически всегда у меня на кухне. Надеюсь, видео было для вас полезным и информативным. Если вы хотите видеть рецепты правильного питания на моем канале, ставьте лайк и пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока!